Завтра у нас марш за импичмент, 12 часов дня, и это будет марш наступления. Мы должны начать наступать. Хватит, чтобы они на нас наступали, хватит, чтобы они нас преследовали, хватит, чтобы они нас разводили и выигрывали время. Я как человек, по которому переехала вся эта репрессивная машина за последние дни, говорю вам, я не только не буду просто защищаться, я призываю всех вас, я сам буду делать только наступление. Они сейчас нас разводят. Они целый день сегодня делают информационные провокации. Они рассказывают, что марш будет в другом месте, рассылают смс-ки, говорят о каких-то тайных встречах и переговорах. Так вот, я точно вам говорю. Мы будем наступать, мы будем заставлять, мы будем отгонять их от кормушки, мы будем спасать страну от диктатуры, потому что страна в одной шагу от диктатуры. И я поставлю на кон и свою жизнь, и свою свободу, и я никогда не опущу руки. И потом, конечно, мы будем вести с ними переговоры. Я ввел в свое время переговоры, во время революции Рос, с президентом Шеварднадзе и его представителями, все время. Солидарность Польши вела переговоры с коммунистами о передаче власти. Все наши переговоры, я с полной ответственностью буду заявлять, все наши встречи не будут за семью замками, в секретных локациях, как в свое время это случилось в Вене. Все наши переговоры с ними будут при камерах, и вы будете ждать о каждом развитии событий. Это будут переговоры о переходе от олигархической системы к свободной экономике, к власти среднего класса, от их заговора олигархов до настоящего народовласти. Мы как никогда к этому близки. Просто сейчас главное, чтобы они нас не развили. Главное, чтобы мы понимали, куда мы идем. Поэтому они нас не напугали. Мы вырвали у них за последние недели важные победы. Но сейчас не время останавливаться. Сейчас не время просто колебаться. Я готовить вперед вместе с вами, и мы будем идти до конца. До нашей общей победы. Слава Украине! Ждем вас завтра у моего родного парка Шевченко. Спасибо.